Пройдут психологическую реабилитацию и вернутся к обучению в школах. Первых эвакуированных детей из Белгородской области сегодня ночью встретили в Хантамансийске и Сургуте. Их доставили в регион на чартерных рейсах. Всего на этой неделе их будет пять. Югра примет 600 детей с территории, где сейчас небезопасно. Подробности у Светланы Круковской. Встречают хлебом и солью под аккомпанемент древнего хантыйского инструмента. Гостей приветствуют коренные малочисленные народы севера в национальных костюмах. Весь колорит югры в аэропорту Хантамансийска. Так регион принимает эвакуированных детей из Белгородской области. Тепло встречают гостей и в аэропорту Сургута. Такому вниманию дети рады, несмотря на усталость после дороги. До югры добирались не один день с остановкой в Москве, чтобы посмотреть столицу. Питание такое шикарное. Ели до отвала. Экскурсию нам организовали на ВДНХ. Тоже очень интересно. Детям понравилось. В общем, и полет понравился. Первый раз летели. Мечта исполнилась. Как вообще дети, как нас трое? Отдохнули уже? Немножко отвлеклись? Ну да, конечно, отвлеклись. Но спать хотят. Потому что в поезде мало спали. И так очень активно. Каждого ребенка угощают сладостями. На память дарят брендированные значки. Детей разместят в многопрофильных центрах и студенческом общежитии в Ханты-Мансийске, Сургуте и Сургутском районе. Ну, мама сначала думала. Думала, такая говорила, что вы не испугаетесь, одни на самолете ехать. А потом отпустила как-то из-за того, что обстановка такая. Очень бахало. Страшно было, конечно. Ну, вообще, хотелось бы изучить поподробнее этот город. Потому что никогда тут не была. Я очень рада, что я сюда приехала. Отдохнуть, продолжить учебу, получить больше новых оценок, чтобы закончить этот учебный год еще лучше. Здесь, в регионе, дети смогут продолжить обучение в школах. Вновь сядут за парты. Из-за постоянных обстрелов и небезопасной обстановки с начала года все образовательные учреждения Белгорода перешли на дистант. Для продолжения получения образования мы сформируем индивидуальные учебные планы, индивидуальную траекторию для каждого ребенка. Если у них есть предпочтение заниматься дальше и тренировочными мероприятиями, спортивными соревнованиями участвовать. Взрослые организовали насыщенную программу для школьников из Белгородской области. Культурную и развлекательную, но основной упор будет сделан на их реабилитации. У нас ежегодно проходят реабилитацию детей из Макеевки. Уже два года, два заезда таких было больших. И с Тургутским многопрофильным центром разработана большая модельная программа по психологическому сопровождению именно детей, которые подверглись условиям стресса. Сколько детей пробудут в Югре, пока неизвестно. Это зависит от обстановки в Белгородской области. Ориентировочно месяц, ну а там дальше как будет складываться ситуация, потому что, безусловно, вопрос номер один – это безопасность детей. А Белгородская область сейчас небезопасна, и мы в данном случае будем работать с нашими коллегами в Белгородской области. Как только ситуация позволит, и ребята будут готовы, они отправятся домой. Югра на этой неделе примет 600 детей из Белгородской области. Запланировано 5 чартерных рейсов. Школьников разместят еще в Нижневартовске и Коголыме. Светлана Курковская, Анна Гуляева, Рашид Латыпов, Павел Шимолин, Вестию Гория, Сургут, Ханты-Мансийск. Откроем Studio. Светлана Курковская, Анна Гуляева, Рашид Латыпов, Павел Шимолин, Вестию Гория, Копин, Вестию Гория, Свергут, Ханты-Мансийск. Продолжение следует...